Я хочу вспомнить, буквально несколько дней прошло от 21, часто возвращаясь 21 сентября 2022 года, потому что тогда был этот указ о частичной мобилизации, буквально через несколько дней президент Украины тогда сказал, что Россия использует мобилизацию для уничтожения коренных народов, да, можно это назвать этнической чисткой, по-разному тезисы, но смысл остается один. Вот как вы считаете, да, Вар, то, что происходило на протяжении уже, да, там, с момента 21 сентября 2022 года по отношению к коренным народам, как вы считаете, что это было? Это было использование. Действительно, вот мы в материале, я отметила наша коллега Наталья Белокудря, мы показали один из фрагментов на территории одного из субъектов, где даже, мне кажется, это такой, даже манипулятивный частично был такой момент от руководства как раз субъекта и республики, который говорил, что мы с вами создаем добровольческое подразделение и назовем его гордым именем нашего героя. Ну, и называй это имя, я сейчас, чтобы не ошибиться. Ну, то есть, да, и понятно, что все сидят и аплодируют, потому что все знают историю, знают историю своего коренного народа частично и приветствуют именно такой момент, да, Вар, что же все-таки произошло с коренным народом и происходит в вопросе мобилизации, по вашему мнению? Это этническая чистка, либо же все-таки это другой процесс? Я бы это охарактеризовал следующим образом. Исходя из определения империи, это часто термин употребляется в отношении России, одно из проявлений имперской политики это использование подчиненных завоеванных народов для собственных целей. Империя, она, как известно, стремится к внешним завоеваниям, к постоянным броширениям. И то, что происходит с моим народом, мой рад калмыками, с бурядами, ты, вас, другими, это, собственно, и является иллюстрацией такой имперской политики. Когда людей в соответствующем образом готовят, пропагандистски, военным способом и так далее, предоставляют определенные социальные гарантии, нужно учесть контекст, у нас очень бедные регионы, например, я уже несколько раз говорил про калмыкию, она всегда последнее место занимает в любом рейтинге социально-экономического развития. И, соответственно, людей отправляют на фронт этой ужасной войны. Я сразу хочу отметить, что я не слагаю ответственности людей за участие в агрессивной войне, и так это понятно. Я лишь пытаюсь объяснить процедуру, каким образом Россия действует. И в этом смысле важно это учитывать, потому что подобной судьбы, к счастью, избежали народы, которые смогли освободиться от российского владычества в 1985-1991 годах. Я имею в виду Балтику, вашу страну и другие, которые когда-то входили в умерший Советский Союз. У нас этого процесса не произошло. Активно восстали и сражались за это чеченцы, чеченская республика Ичкерия. В Дагестане были поползновения в Атахстане. Я могу сказать про власть нашей республики. К сожалению, этого не произошло. Хотя были такие тенденции, и эта идея, идея суверенитета была популярной. В общем, в этом смысле мы разгребаем прошлое недобитого совка. Совка как империи, которая использует людские ресурсы других народов для собственных империалистических целей. В прошлом году, в сентябре 2022 года, в конце сентября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к коренным народам Российской Федерации, говорил тогда, что вы не должны погибать за идеи Владимира Путина, абсолютно безумные по оккупации Украины. Наша тема, она в принципе такая, как переживают. У меня главный вопрос, переживают ли и переживут ли при нынешних условиях, при нынешних темпах войны, при нынешних темпах так называемой мобилизации, скрытой в том числе, переживают ли и переживут ли коренные народы Российской Федерации, ту войну, которую государство-террорист развязало против Украины, исходя опять-таки из темпов набора, если это можно так сказать, представителей коренных народов России в вооруженные силы Российской Федерации? Это тревожащая для меня тема, потому что действительно темпы очень серьезные, известные цифры в Бурятии, республике Бурятии, в Дагестане, в республике Калмыкия, моей родной, темпы набора гораздо выше, чем в тех регионах, которые считаются, в кавычках говорю, русскими. В этом смысле, конечно, речь идет о критической угрозе для наших народов и моего народа в частности. И по этой причине и я, как политический активист и Конгресс Уарат-Калмыцкого народа, который я представляю, говорим о тактике сбережения народа. Как это проявляется? Две вещи. Во-первых, это вынужденная эмиграция. Здесь я говорю и о всех, кого преследуют за политические взгляды, это почти весь состав Цели Конгресса Уарат-Калмыцкого народа, так и люди, которые бегут от мобилизации, преднедательной мобилизации. И в этом смысле, я еще раз повторю, очень важно, что эти люди избегают набора, потому что, я несколько раз цитировал Сергея Притула, вашего общественного деятеля, можно смеяться над мобилизацией и так далее, но на самом деле это просто усложняет работу вашим защитникам. И, соответственно, чем меньше люди попадают на фронт, тем быстрее справится украинская армия с наступлением российской. И по этой причине, я бы сказал так, темпы угрожающие, и это действительно очень большая угроза. Однако, скажем так, количество людей, которые смогли тем или иным образом избежать призыва, и количество людей, по крайней мере, у эрак-калмыков, которые на стороне России участвуют в войне, это цифры пока что обнадеживающие именно с точки зрения сохранения моего этноса. Кроме того, я бы отметил, что мои соотечественники воюют и на стороне Украины. По известным мне оценкам, это около 200 человек, а у нас всего, в принципе, в мире около 600 тысяч осталось. Это и Франция, и Китай, и США, то есть это довольно много для нас. И в том числе я лично знаю человека, который воевал у вас с 2014 года и в зоне АТО, антитеррористической операции в батальоне Айдар. То есть, несмотря на, скажем так, большие цифры набора, относительно большие, все равно надежда на сохранение и на участие наших людей в этой борьбе на стороне добра, она имеется. Напомню нашим зрителям, что медиазона совместно с BBC, русской службой, каждый месяц обновляют данные, проводят идентификацию российских военнослужащих, погибших на территории Украины. Если можем сейчас, давайте покажем, коллеги, это карта погибших военных. Предоставлена она как раз созданием медиазона. Я сразу же объясню, что здесь происходит в левом углу. Также пишут журналисты медиазоны и BBC о том, как так называемая мобилизация происходит на территории Украинской автономной республики Крым. Тут как раз сразу есть, объясняюсь, сноска. Крым и Севастополь аннексированы Российской Федерацией. Сейчас, чтобы было видно, да, в 2014 году. И понятное дело, исходя из того, что эта территория пока что контролируется российскими военнослужащими, также проводится обзор. Это все военнослужащие России, которых удалось идентифицировать в медиазоне и русской службой BBC. Исходя из этих данных, смотря, вот, давайте посмотрим, да, по непосредственно, да, национальным республикам и территориям. Видим, что наибольшие потери, так можно сказать, понесла Кубань, 757 человек удалось идентифицировать, 711 в Екатеринбурге, 578 в Челябинск, Дагестан, вот он, 466, Чечня 188, Тыва 202, это если говорить о непосредственно национальных республиках, Башкирия 548, то есть цифры, и это только идентифицировано, еще раз напоминаю. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, более 175 тысяч российских военных погибло с начала полномасштабной войны России против Украины до дня сегодняшнего. Я не единожды пытался, знаете, для себя объяснить и с гостями эфира Фридом, понять вообще, исходя из этих данных, можно ли назвать ту мобилизацию, которая проводится и проводилась на территории Российской Федерации, вообще сам призыв, да, вот процесс, что-то наподобие этноцида на территории Российской Федерации, опять-таки, основывалось именно на вот этих данных от Медиазоны и Би-Би-Си, ведь данные по национальным республикам, они неравнозначные, скажем так, они неравномерно распределены, и складывается впечатление, что как раз направленного этноцида в контексте мобилизации, так называемой, его нет попросту. Вот что вы думаете? Я всегда воздерживаюсь от подобных терминов, потому что у меня обычно не хватает доказательств, чтобы подобные доводы делать. И когда риторически некоторые активисты используют этноцид, геноцид и так далее, у этих понятий есть определенные определения, прошу прощения за фитологию, то есть некие критерии, которые позволяют их идентифицировать. Я лишь говорю о том, что действительно в процентном соотношении к количеству призванных и количеству живущих в регионе в так называемых национальных регионах или республиках процент выше. И это подтверждают эти данные Медиазоны и Русской службы Би-Си, которые вы привели. В абсолютных числах там ситуация разная, это правда. Но я лишь говорю о том, что потери для тех, которые входят в русский народ, и потери для тех, кто являются моими соотечественниками, это совершенно разная цифра. Если они, допустим, свои жизни не ценят, то я жизни своего народа и представителей моего этноса вообще ценю, и ценю очень высоко. При этом я воздерживаюсь от подобных оценок, и здесь я с вами скорее соглашусь. Я не уверен, что можно говорить о какой-то целенаправленной политике. По крайней мере, у меня нет доказательств обратного. Но тенденции, о которых мы говорили в начале, они имеются, и они угрожающие. По этой причине я бы сказал следующее. Использование национальных регионов в этих целях, в целях войны, оно имеется. То есть людей призывают. И процентное соотношение пугающее. То есть оно неравномерное. Это не везде 5% или 10% любая цифра. При этом пока что доказательства какого-то этноцида у меня не имеется. Так что давайте будем наблюдать за ситуацией дальше и помогать друг другу как можно скорее победить империю зла. Перед началом нашего разговора мы с Лейлой затронули один из аспектов. Я не думаю, что это было сделано целенаправленно, но все же, как известно, в дальних районах Российской Федерации, давайте, к примеру, возьмем Якутию, например. В глубинных селах, где нет Wi-Fi условного, мобильного интернета, есть там кнопочный телефон. А, ну и телевизор, конечно, куда же без него, надо же Путина смотреть. Нет возможности иногда у тех людей, к которым приходят, давайте так, в 4 утра или ночи забрать их на мобилизацию, просто, по крайней мере, написать где-то в социальных сетях либо своим друзьям, знакомым, помогите им со мной совершать такие противозаконные действия. Не знаю, преднамеренно ли это было сделано российскими властями, знаете, не проводить электрификацию иногда поселков, которые находятся там глубоко в регионах, где нет возможности, например, получить интернет определенный. Как раз нет интернета. Намеренно или нет, вот такие действия делаются. Но, тем не менее, сыграло просто на руку российской власти, что у некоторых жителей дальних регионов попросту нет возможности иногда просто позвонить и сказать, мне нужна помощь, вот здесь и сейчас. Нельзя, наверное, говорить о намеренности, но то, что это сыграло на руку, 100%. Мы в начале разговора обсудили момент социально-экономического развития, доведения до разрухи нищеты этих регионов, которые вообще-то потенциально богаты. Если мы говорим про Якутию, то вообще-то Якутия – это один из главнейших поставщиков алмазов в мире, вдумайтесь, в мире. То есть это регион, который конкурирует с Сижней Африкой по этому полезному ископаемому и полезному минералу. И потенциально это очень богатые люди должны быть. И в начале полномасштабного вторжения многие наблюдатели, журналисты не только говорили о массовом мародерстве, которое имело место, и имело место, к сожалению, быть на фронтах российско-украинской войны, со стороны России, я имею в виду. И над этим, скажем так, по большей части почему-то смеются, хотя вообще-то ничего смешного нет. Во-первых, это военное преступление, во-вторых, это еще одно косвенное свидетельство того, что люди, которые прибыли в том числе из национальных регионов, не привыкли к тому, что люди вообще-то могут жить как люди. Что человеческие условия, такие как санузел внутри дома, это вообще-то что-то нормальное. И то, что должно быть вообще в жизни любого человека. По этой причине, почему, допустим, наш Конгресс выступает за освобождение уэра калмыков от России? Потому что риски и негатив, которые имеют место быть в составе России, они гораздо выше, чем какие-либо положительные моменты, которых нет. У нас нет какой-то сильной газификации, и с проблемой опустынивания, проблемой питьевой воды особо никто не занимается ей. По этой причине действительно важно, чтобы национальные регионы обретали суверенитет. В том числе и потому, что они становятся богаче и занимаются собой, а не вторгаются в соседние страны. Да, справедливости ради, средняя зарплата, я понимаю, средняя зарплата — это такой себе показатель, средняя показатель по температуре, по палате, как говорится. Но средняя зарплата в той же Якутии уже нашей названной, к ней прицепимся, как говорится, достаточно высокая.